Условный пожар в музее Радищева возник точно по расписанию. К место ЧП прибыли 18 специальных машин, десятки медиков и спасателей. По легенде, причина возгорания – короткое замыкание. По легенде, пожар возник в подвальном помещении, однако к месту псевдовозгорания журналистов не пустили, поэтому тушили его практически, что называется, за закрытыми дверями. Создалась угроза задымления первого и второго этажей, а это почти 2000 квадратных метров и десятки тысяч экспонатов. Из зданий эвакуировали псевдопострадавших. В роли статистов студенты Иван Ван в будущем хочет стать пожарным. Сегодня наблюдает за работой будущих коллег. Если случится настоящий пожар, они спасут, можно надеяться на таких людей. Музей, библиотеки, архивы – их помещения тушат не как все остальные. Вода может нанести больший урон экспонатам, нежели огонь. Последнее слово техники – в этой области специальный химический состав, так называемая сухая вода. Но в Саратове ее пока нет. По сравнению с водой, эта система натиска и тонко распыленная вода, которая будет применяться, возможно применяться при тушении пожаров в таких зданиях и помещениях, она, конечно, минимальный ущерб наносит. Здание Радичевского музея отвечает всем нормам пожарной безопасности. Здесь установлены дымовые и тепловые датчики, газовая система тушения, которая ликвидирует возгорание, не причиняя вреда экспонатам. Коллекция обязывает пользоваться новейшими технологиями, говорят музейщики. Из немногих объектов в Саратове, который является критически важным объектом, так называемым, ну еще я вам скажу для примера, это нефтеперерабатывающий завод. Из-за того, что здесь очень много хранится ценностей, вы представляете, на многие миллиарды долларов, так скажем. Поэтому на пожар сразу прибывает не 2-3 единицы, а порядка 40 машин. Ежедневно музей находится от 500 до 1000 посетителей. С приходом лета их количество увеличится. Поэтому такие тренировки, говорят работники музея, необходимая практика. Динара Дусалиева, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.